так так все я снова с вами я поставил чайничек потом так поехали мне снилась музыка иногда такое бывает ты сидишь за роялем и играешь какую-то прекрасную мелодию чел не играет на рояле кста я не умел играть на пианино но во сне все давалось так легко как будто я занимаюсь этим всю жизнь одна проблема когда ты просыпаешься ты не можешь вспомнить ни ноты этим утром весь мир казался каким-то нереальным в моей жизни никогда не происходило особенно примечательных событий родители привезли меня в японию когда мне было еще слишком мало лет нельзя нельзя же считать чем-то выдающимся наши отношения с кэтрин кто такая кэтрин в жизни большинства подростков случаются те или иные романтические переживания и уж точно каждый считает что вот его любовь особенно но играть в группе да тем более в такой я с трудом мог объяснить даже сам себе чем же так уникальность z фил z кроме того что там играет или впрочем этого и не требовалось первая группа это как первая любовь я умывался одевался готовил завтрак и ел с мыслями о предстоящей репетиции да ладно он первый раз приготовил себе завтрак по крайней мере на сегодня можно было забыть о корпорации и бы и кгб он сайте в магазин так ни разу и не сходил так в прошлый раз стартовал нас позже а в этот почти на 10 сегодня будешь отрабатывать как заметка я не знаю что за заметка но всякие такие во первых я не начал не вовремя что ты гонишь во вторых это входит в подготовку и в трансляцию так что шел бы ты в задницу вот это ты опрессер вот это а прессинг просто идет стоит ли мне брать свой бас если у них там есть и получше я долго смотрел на гитару но в итоге сдался извини дружище в другой раз крепбазе я подошел в половине двенадцатого но дверь уже была открыта внутри оказались ишида и митсуёши здорово братаны так ишида это который слева а митсуёши это который справа ишида у нас глупчивый парень митсуёша у нас басит будем считать привет значит все таки решил к нам присоединиться да если позволите зачем тебе наше разрешение как принцесса скажет так и будет принцесса они перегнулись и глупо засмеялись да знаешь мы иногда ел так называем вот вот как молчание затягивалась я решил свой бас не брать это ничего ничего тебе же вчера удобно было играть на нашем вполне ну и хорошо тогда за дверью послышали шаги в комнату вошел токио райдер ахахаха сука все никак не могу при вы привыкнуть я ровно ни секунды не сомневался что этим утром встречу тебя здесь мы все тоже надеялись что ты придешь просто сегодня я в настроении или потому что у нас репетиция вчера в обществе этих ребят и никак не мог расслабиться и чувствовал себя человеком случайно забредшим на чужой праздник вряд ли кто-то обратит на тебя внимание ты даже можешь налить себе выпить или завести с кем-то разговор но всегда будешь знать что тебе здесь не место однако сейчас ощущения изменились я понимал что если меня и не встречают с распростертыми объятиями то уже как минимум не считаю чужаком примерно в пол первого пришла элли извините что опоздала ник привет рада тебя видеть привет я тоже рад смотря на нее я вдруг ощутил что и в наших отношениях что-то изменилось смотрите ребята пупоч это же пупоч ля ля на это куда смотрят наши родители органы нейрон активейшн совершенно верно теперь мы не просто люди которые учатся в одной школе но коллеги но коллеги по группе подойду ли я им смогу ли вписаться в коллектив хватит ли мне способностей конечно время покажет но сейчас я готов приложить все усилия чтобы подольше оставаться вместе с ними ну ладно давайте начинать чего стоим для начала мы сыграли ту же песню что и вчера мои домашние репетиции не прошли даром и сегодня я попадал по струнам куда увереннее после нескольких прогонов митсоёша сказал ну вот совсем другое дело пару раз мне казалось что элли во время игры как-то странно смотрит на меня возможно всему виной обостренное восприятие и сосредоточенность на инструменте она показала мне партию из еще одной их песни эта партия оказалась сложнее но в целом в пределах моих нынешних возможностей пока я сидел в уголке и разучивал ее остальные играли кавера на разные западные хиты о вот эту я знаю кое-где и мне удалось поучаствовать репетиция продолжалась без прерыва несколько часов и откровенно говоря я прилично устал или же наоборот как будто даже не вспотела но вот токио райдер извлек ассинтезатора звук похоже на сирену и заявил обед ну ну обед так обед пожал плечами ишида митсуешь осталась за барабанной установки и вытер под солба вот он точно заслужил парова отдохнуть где вы хотите пообедать у меня бента у меня тоже на меня даже не смотрите ник нет я сегодня без бента в смысле сегодня кто тебе его приготовит ты что ли клоун skywalk спасибо большое за сапку за двадцать шесть вот тебе брофюст еще и обнимашки нет я сегодня без бента и я тогда пойдем найдем какой-нибудь ресторан или типа того пойдем безработные напомню усук мы поели довольно посредственно на мой вкус ромена и я очень удивился во первых что или вообще такое есть во вторых что и понравилось ты сегодня какой-то тихий сказала она на обратном пути да просто сосредоточен на музыке не хочу чтобы меня выгнали после первой же репетиции надеюсь дело не в дедушке знаешь врать не буду сложно делать вид что ничего не произошло после того как тебя на ковер вызывает глава к бояши корпорейшн но ты ведь пришел сегодня мечтательно сказала она и заглянула мне в глаза да я пришел сегодня не хотелось уточнять почему именно да я и сам до конца не понимал надеюсь дедушка больше не будет лезть к тебе а если будет обязательно скажи мне обязательно мы вернулись на базу где ишида перестраивал гитару митсуёши кемарил прислонившись к стене а токио райдер листал автомобильный журнал автомобильный ну наконец то мы уж думали вы не вернетесь ишида прояви деликатность деликатность ну хватит засмущалась элли а сколько обычно вы репетируете по времени когда как по выходным бывает и до вечера через час непрерывной игры у меня появилось чувство что еще секунда и я потеряю сознание от напряжения через полтора открылось второе дыхание а через два я словно слился с бас гитары и ее гриф стал продолжение моей левой руки и вот я уже не зажимаю лады а свободно сгибаю разгибаю пальцы и инструмент послушно отзывается нужным звуком короче научился играть на уровне группы полупрофессиональный за один день понимаю поначалу я внимательно следил за ритмом стараясь не допустить ошибки даже в миллисекунду но сейчас правая рука дергала струны как хорошо отлаженный автомат ты не пробовал играть медиатором спросил меня в один из редких прерывов эшида так это же бас братан я руками не могу удержать ритм ха 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 ты мне такой ты вообще так это же бас пробовал но мне кажется что звук получается каким то искусственным когда сам не чувствуешь струны ммм ну может быть ну и разнообразие больше если это нужно для сколько времени ты учился быть стримлером всю жизнь просто тебе личность прописывал не ритан не напоминай я как вспоминаю как я в эту эта игра меня опозорила я больше жить не хочу да нет и так звучит круто улыбнулся он когда мы наконец закончили уже действительно наступил вечер таким уставшим я не счел себя даже после многочасовой игры в футбол всем спасибо я полетел первым ребазу покинул токио райдер мне тоже пора до скорого и мне митсуёша и ишида ушли вместе куда все так спешат вокалистам достаются все женщины басистам все мужчины понял ританджи лапочка он кстати тут на стриме сидит на стриме сидит как какой же херовый ты прописал характер мать твою так что еще давайте сразу давайте выливаем я не знаю сидит он тут или нет но выливаем на него все помои что у нас ладно нет это буллинг и мы не будем буллинг ни на что не намекая заметил я но или тут же покраснела наверное у них дела пойдем мы мы вышли на улицу яркий свет фонарей на контрасте с ночной темнотой на некоторое время ослепил меня непривычно немного ничего привыкнешь надеюсь знаешь ник я тебе очень благодарна мы бы не смогли за такое короткое время найти басиста честно говоря мне в это верилось трудом не громко музыка кста вроде нормально в кармане лежала свернутая пополам пачка нотных листов с партиями новых песен если я не рассчитываю что я смогу их выучить до следующей репетиции то смог бы любой как это как это понять подожди нет если они рассчитывают что я смогу их выучить до следующей репетиции то смог бы любой они типа так хорошо все могут оценить ну ладно предположим это судьба ухмыльнулся я судьба ну сама по сути буквально неделю назад я впервые увидел выступление z fill z и вот уже сам стал вашим басистом судьба мечтательно протянула она ты веришь судьбу на самом деле нет мне ближе концепция что наши собственные поступки определяют будущее а я никогда о таком и не задумывалась да и правильно лучше направлять свои усилия вовне ты такой умный ооо я на мгновение сбился с шага и посмотрел на нее но так и не понял ирония это или нет горе от ума что есть такая книжка русского писателя 19 века не читала этот разговор шел куда-то не туда и в любой момент был готов заглохнуть у меня не возникло бы таких проблем в общении с химицу или кэтрин наверняка из когома тоже мы были слишком заняты выяснением отношений чтобы находить время на молчание и почему когда ты знаком с человеком всего ничего каждая затянувшаяся пауза создает подобную неловкость значит следующая репа в среду совсем немного времени уже трусишь наконец ухмыльнулась она и сразу почувствовал себя лучше с такой или проще общаться чем с мечтательно задумчивый мне объективно далеко до вашего уровня игры ты должна это понимать когда-то и я не умела играть и что научилась за 3 дня допустим 1-0 в твою пользу это не соревнования почему же если хочешь преуспеть в чем-то всегда полезно иметь ориентиры я собственно лично видел как играет ваш басист и ответственно заявляю что в ближайшее время так не смогу может быть и даже не будешь спорить а ямада уехал в киото чего теперь чего теперь говорить ты как будто ну я не хочу показаться грубым но ты как будто совсем не сожалеешь он не так долго с нами играл мы не успели поближе узнать друг друга расскажешь или вздохнула и остановилась где-то с полгода назад нашего прошлого басиста позвали в группу посерьезнее он долго извинялся но в итоге ты знаешь как это бывает мы расклеили по клубам объявления о поиске басиста и сразу почти нашелся ямада Да всё просто. Или ты ожидал услышать какую-то более детективную историю? Тебе определённо не везёт с басистами. Или им со мной. Мне точно повезло. Она удивлённо посмотрела на меня и покраснела. Ты всем девушкам такое говоришь? Только если они мне нравятся. Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш, ответил я на автомате. В самих словах не было ничего такого. Я мог сказать подобное Химицу или Кэтрин. Да, в принципе, любой другой девушке. Но Элли... Существовала целая уйма причин не говорить этого. Как минимум она внучка человека, с которым лучше не портить отношения. А именно этим я в данный момент и занимаюсь. Извини, если я... Ничего. Всё в порядке. Нет, серьёзно, я не хотел. то есть я тебе не нравлюсь нравишься конечно просто я не в том смысле в каком тогда я гляделся по сторонам чтобы только не смотрите в глаза а куда мы вообще идем не знаю как ты а я иду домой вот прямо так пешком меня заберут на машине около станции а ну тогда я провожу неловкий разговор замялся сам собой мне все равно кажется что тебе неуютно рядом со мной сказал или когда мы дошли до станции это из-за дедушки я понимаю но все же конечно она права и но я чувствовал что есть здесь что-то еще если бы внучка к бояши джуна оказалась не такой симпатичной если бы она не играла на гитаре если бы она не был если бы она не была или да ладно тебе я же здесь мы только что целый день репали до кровавых мозолей все окей не думаю но надеюсь со временем все будет окей а сейчас мне пора пока улыбнулась она на прощание все будет окей порчала я на пути домой и это легко говорить с ней точно все будет окей мне как будто сотрясало автор шоками так бывает ты чертя голову бросаешься в какое-то опасное предприятие все проходит относительно без потерь но только потом ты по-настоящему понимаешь степень риска к сожалению в моем случае все только начинается если люди к бояши джуна по-прежнему следят за реп точкой а они следят нет причин считать иначе то они уже наверняка доложили своему хозяину что я не внял его предостережением остается только ждать его реакции надеяться что он хоть немного подумает о чувствах своей внучки однако странным образом сейчас меня это волновало куда меньше чем по идее должно бы офис к бояши джуна на 100 каком-то этаже казался чем-то невероятно далеким или такой близкой и манящий считается что человек воспринимает себя в будущем примерно так же как он воспринимает посторонних людей то есть думая о том что может случиться со мной через неопределенный промежуток времени а может не случиться вовсе я фактически представляю другого человека а или вот она совсем рядом мы завтра увидимся в школе с другой стороны эта безбашенная позиция наверняка не доведет меня до добра однако добро как и зло относительно продолжать жалеть себя и страдать по кэтрин разве это лучше от воспоминаний о кате сердце вдруг замерло вновь появилось желание в очередной раз поговорить с ней и что-то выяснить непонятно только что наконец за поворотом показался мой дом и я с облегчением вздохнул как будто вернулся из долгого странствия вот бы сейчас просто поспать полежать но на крыльце сидела и смотрела на звезды как звезды как гомы о о о вот же гля да она действительно вчера обещала что сама меня найдет но опять же вчера я думал о себе сегодняшнем как о другом человеке давно давно ждешь а ты не спешил если бы ты заранее предупредила мы бы могли договориться на определенное время и тебе бы не пришлось ждать ничего сегодня у меня выходной сегодня у всех выходной воскресенье для ресторанов самый наплыв гостей ну да я и забыл что ты еще и в ресторане помогаешь как ума ухмыльнулась и встала и где же ты был секс хер ты просто за всеми собираешься просто бегать а это важно наверняка скобаяши тусовался ты же сама хотела чтобы я больше общался с ней пригласишь меня войти почему-то сегодня она вела себя куда увереннее чем обычно нет скорее даже более нагло после того как целый день провел в обществе в обществе или такой контраст вызывал лишь раздражение ну не на улице же стоять как он и зашла как себе домой сняла обувь и не обращая на меня внимания проследовала на кухню пожалуйста располагайтесь чувствуйте себя как дома проворчал я на кухне она также по-хозяйски открыла холодильник и некоторое время изучала содержимое кушайте кушайте второй бутерброд с маслом я не считаю я вот это ж лоб вот ты ж сука какая поглядите как уязвительный чего 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 как работница общепита мне искренне жаль тебя о чем ты хотела поговорить не скрывая раздражение спросил я если речь о твоем отце то не волнуйся я все помню и от обещания помочь не отказываюсь еще бы ты отказывался но я пришла не за этим зачем тогда я хотела тебя поблагодарить вот уж неожиданность я притворно сплеснула всплеснул руками чем обязан такой чести если бы ты не спровоцировал тот конфликт то моя проблема так наверное никогда бы и не решилась конфликт ты провоковашиму и асакуру да и что с ними теперь все в порядке я разобралась разобралась как разве это важно просто интересно ты пришла только чтобы сообщить мне об этом без подробностей в таком случае хватило бы и телефонного звонка разве не приятнее получать благодарность лично возможно кого-то другого ах значит ли ти значит я для тебя недостаточно хороша наконец возмутилась кого мои вновь стала собой я этого не говорил но почему-то мне кажется что тут есть какой-то подвох ты же не рассказываешь где ты был сегодня почему я должна нахмурилась она и отвернулась ну наверное потому что не я к тебе пришел и допрашиваю как ты день провела все ясно глупо было даже думать что ты она вдруг замолчала что я что ничего топнула ножкой к гомо и похоже собралась уходить чё ритан употреблял что-то пока писал этот диалог да ладно подожди да я был сели мы репетировали она тут же остановилась и непонимающе посмотрела на меня непонимающий взгляд что репетировали музыку я согласился заменить в ее группе выбывшего басиста на какой-то момент на ее лице отразился недюжинный мыслительный процесс это хорошо хорошо удивился я то есть ты не будешь возмущаться а с чего бы мне возмущаться я сама предложила тебе сблизиться с кабаяши играть в одной группе куда уж ближе только ты не думай что я сделал это ради тебя просто мне правда нравится их музыка и о его только не надо оправдываться ради бога меня интересует конечный результат они твои желания и зачем я действительно сказал это будто в чем-то перед ней виноват и ты даже не удивился что она выбрала именно тебя нет ну просто другого басиста рядом не оказалось не уверенно ответил я знаешь я совсем ничего в музыке не понимаю но иногда кажется что на гитаре в токио умеет играть каждый второй а даже если не умеет то ради наследницы кабаяши корпорейшн научится ты сколько угодно можешь упрекать меня в корыстных мотивах мне наплевать мне наплевать передразнила меня кагома и засмеялась я рад что тебе весело если это все выгоняешь меня ты меня провоцируешь кагома как будто всерьез нарывалась на ссору чувство что она что-то скрывает усилилась пожалуй стоило в самом деле просто позвонить или лучше вообще промолчать такие как ты благодарности не заслуживают и это агрессия да ее не упрекнешь сдержанности но сегодня она казалась уж чересчур заведенный у тебя шизофрения ей богу сходи к психиатру вот и схожу сразу как найду отца ряфнула она и ушла когда за кагома закрылась дверь я опустился на стул и задумался значит приходило поблагодарить меня разобралась кого шима я сакурой но в итоге наш разговор закончился как обычно я ровным счетом ничего не понимал и чем больше старался понять тем все становилось туманнее нам представляют героя романа на первых страницах книги в дальнейшем как правило мы узнаем о его прошлом я кое-что знал о детстве кэтрин легко мог представить или до знакомства со мной но вот кагома для меня лично начала существовать только две недели назад были ли у нее друзья в начальной школе влюблялась ли она когда-нибудь какое у нее любимое аниме ей настолько хорошо удавалось дистанцироваться от окружающих что в своем же собственном романе она играла скорее второстепенную роль в итоге я плюнул на все и пошел учить новые партии ты говоришь секс-хер куда секс-хер она вообще типа хейтит нас так тут как обычно захвата нормального не будет интересно может быть захват починился давайте проверим хоп-хоп-хоп заработала а а заработала на пятерочку на пятерочку так подождите я пошел чайку плесну дороже опа 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 кто там ну и ну партия разочарована тобой минус олька жена и мисс кариса какие еще новые партии грязные ты грузинский уйгур партия есть только одна удар тебе нефлитовым стержнем хи по лбу что за херню ты несешь другие новые партии нарколыга клятый вот тебе бруфист и обнимашки продолжаем так все поехали опять записи держится небось конечно я всегда держусь за него писас крутится донаты мутятся ты говоришь как будто ты крышка вот мне сегодня донатили миллион так шо проводит рейд на канал в компании одного зрителя кто то кто с тобой кто с тобой пришел шо кто это кто этот коллега или подожди это ты ты запустила сделал рейд понял увидел тебя спасибо шоу так поехали в итоге я плюнул на все и пошел учить новые партии музыка хорошо отвлекала и прочищала голову возможно когда и если я стану профессионалом я и смогу играть на автомате то научусь параллельно думать о чем-то другом и чё за лаги ватафак но сейчас бас требовал от меня буквально всех имеющихся ресурсов концентрации так закончил уже глубоко за полночь совершенно без сил но довольны собой 21 сентября 87 года так начало новой недели редко вызывало у меня прилив энтузиазма мне было 18 лет и следовательно я еще не ощущал неумолимого течения времени осуждаю сторону давай не будем так шутить иначе отрежу второе яичко скорее окончание очередных семи дней и начало новых воспринималось как переворачивание исписанного листка в толстой тетради сколько не переворачивает до конца еще далеко только вот написано на предыдущих страницах уже не сотрешь радовало одно сегодня я возможно вновь увижу с цели с этой мыслью я быстро вскочил с постели умылся наспех позавтракал и отправился в школу о что ты рано удивился мне кески и ты тоже как выходные правил интересно как он отреагирует когда узнает что я теперь играю с цели в одной группе от этой мысли по лицу расплалась глупая улыбка меня ведь не выгонят раньше вижу лучше чем я грустно сказал кески и вздохнул о не жалуюсь но пусть это пока останется секретом хочешь максимизировать эффект неожиданности скорее просто не хочу раньше времени привлекать к себе внимание привлекать внимание мне уже интересно он собирался еще что то сказать но ему помешал директор неожиданно появившийся у нас классе вместо первого урока у всей школы будет собрание во дворе что-то случилось с тревогой в голосе спросила одна из девочек там все и узнаете тум-ту-тум-тум у меня всего одно осталось я бы тогда им не рисковал по лицу кияма сенсея сразу стало понятно что речь пойдет не об очередной школьной экскурсии меня засосало подложечкой как думаешь что у него на уме пески заговорщицкий захихикал и толкнул меня локтем это никак не связано с твоими секретиками а то сейчас расскажу что кто-то выходные залил по моему кабинет директора ей богу утром проходи мимо я чувствовал странный запах там чё кто-то умер пам-пам-пам да угомонись ты уже начинается начинается короче это карано шоджу начинается минут через 15 во дворе действительно собралась вся школа директор взобрался на появившуюся откуда-то кафедру оглядел толпу несколько раз откашлился и начал ну кстати реально карано шоджу лол у меня сегодня для вас ужасная новость несколько учеников нашей школы вчера трагически погибли точнее их зверски убили подло и с особой жестокостью к яма сенсей выражение не выбирал и говорила явно не по бумажке с первых же его слов во дворе воцарилось корбовое молчание за секунду сменившая привычные перешептывания и смешки школьников я не могу найти оправдание людям совершившим подобное но будьте уверены и за этим я прослежу лично что виновные будут найдены и наказаны по всей строгости закона тут он сделал паузу и еще раз обвел взглядом толпу не останавливаясь ни на ком конкретно конечно я был шокирован но пока не понял что именно надо чувствовать когда тебе говорят что самолет на который ты не успела разбился то одной из первых приходит мысль как хорошо что я опоздал объективно смерть незнакомых людей вызывает меньше эмоций чем смерть за на знакомых а кто мне эти дети научимся мы в одной школе так здесь еще с таких сотни и тут директор начал зачитывать фамилии а сакура к вашима ужас холодком сквал все тело а сердце как будто перестало биться через пару секунд я все же смог заставить себя медленно повернуть голову в поисках поисках когома чё да ладно на нее просто пытаются повесить что-то не просто пытаются повесить что-то это же классика жанра мы все прекрасно все знаем вряд ли она всех пальчикала или типа история или имплазивный ровне равняется прям имплазивный теперь все в порядке я разобралась эти ее слова и вчера показались мне странными но тогда я и представить не мог какома стояла недалеко от меня не выглядела особенно изумленный нет конечно какое-то удивление на ее лице легко читалось но не более чем остальных собравшихся а директор все говорил и говорил когда мы вступаем век стабильности процветания и порядка японская нация не потерпит мерзавцев которые покушаются на самое дорогое что у нас есть на наше будущее на наших детей квашима сакура еще те гопники возможно как ума и ловко орудует кухонным ножом но мне сложно представить как она расправится даже с одним человеком не говоря уже восьмерых если бы не вчерашние слова стал бы я сейчас подрезать подозревать именно ее да конечно убийство есть мотив ты ищешь людей с мотивом и проверяешь их конце концов погибшие не были ангелами уверен в той или иной степени терки у них существовали со многими репутация нашей школы как высшей степени достойного учебного заведения которое превыше всего ставит не только знания но и безопасность учащихся даже самые грустные поминки необходимо вовремя заканчивать иначе они рискуют превратиться в скучную проповедь ник ник стоявший рядом киоски уже некоторое время пытался привлечь мое внимание ну что кавашима сакура тебе не кажется это странным а должно все они связаны с в амурой я тебе комиссар мегре что ли ревкнул я на него но несколько громче чем нужно нам тут же обернулись несколько школьницы пару секунд с подозрением разглядывали меня я прошу вас с пониманием отнесись к тому что в нашей школе будут проводиться следственные мероприятия а также оказать всю необходимую помощь если к вам возникнут какие-то вопросы у следствия я еще раз посмотрел на кагома но на эти слова киема сэнсея она никак особенно не отреагировала продолжая стоять с подобающим ситуацией удивлением на лице с другой стороны а что она должна была ухмыляться или биться в истерике обе крайности выглядели бы как минимум подозрительнее чем то как агома вела себя сейчас однако я никак не мог отделаться от мысли что у нее были мотивы господи этого это судя по всему какая-то такая стандартная черта при попытке мыслить как преступник во первых у любого дела подозреваемых драматически больше чем непосредственно совершивших преступления потому что совершившие преступления это преступника подозреваемые то все кто хоть как-то могли быть с этим связаны наличие мотива да боже ж ты мой не значит ничего вообще что за фигня почему это так тупо преподносится у боже у нее были мотивы это логика как у этих типа вечно сплетничающих непонятных булеров что за фигня у нее были мотивы охереть эти гопницы явно явно заговнили половину школы мотивы были у всех ты убийство в восточном экспрессе не читал что ли я не читал может быть один раз когда ты смотрел и пусть даже она тогда вряд ли бы пришла хвастаться мне сначала хладнокровно убила 8 человек потом видимо вымолась сменила забрызганную кровью одежду поужинала и вот почему она не могла этого сделать и негде было мыться у него нет войды потому что она нищенка и нет светлой одежды потому что она нищенка тогда понятно ну басков смотрел такая была серия в докторе там была отсылочная серия не и поехала через весь город дабы рассказать однокласснику что разобралась с обидчиками причем даже не уточнив как именно разобралась буллинг на стриме осуждаем ладно я ее выгораживаю я не верю что она что-то сделала а то главный герой на ней уже крест поставил с учетом только что им имеющихся фактов эта ситуация выглядела совершенно абсурдный нет не смерть этих несчастных а то что я стою и всерьез про себя обвиняю в этом кагома мы не собираемся идти на поводу этих подонков и поддаваться страху поэтому никаких изменений в нашем школьном распорядке я делать не намерен однако после шести часов вечера все учащие учащиеся должны покинуть территорию школы а дате и месте проведения опоминальной службы будет объявлена отдельно мы не будем поддаваться в страху поэтому после шести пожалуйста не задерживайтесь школе а сейчас он остановился тяжело вздохнул прошу вас всех вернуться на занятия и продолжить учебу уверен наши погибшие товарищи этого бы хотели да я всегда когда умираю такой блин вы главное ребята вот вообще забудьте обо мне просто сделайте вид что ничего не произошло вот вот христом богом прошу кто я такой гос ну да так я представляю как а сакура корпит над учебниками а ты часто умираешь да а ты впрочем о покойниках или хорошо или никак вообще никогда этого покойниках просто только правду школьники меч начали медленно расходиться большинство умолчали лишь некоторые перекидывались отдельными фразами больше шепотом ник пойдем ты иди я догоню кёски понимающий взглянул на меня не стал спорить и вернулся в школу мне же нужно было поговорить с кагома и сделать это нужно было как можно быстрее однако меня опередила элли да ладно на чё она уже набросилась на его муру ты тварь убила моих друзей да что стороны мне ее сейчас поддержать надо будет в этом говне серьезно прям так это что за херня чё за элли мать твою быдло саная господи боже мой я знала что ты ненормальная но чтобы настолько если бы на ее месте был кто-то другой думаю началась бы драга драга девочки давайте отойдем школьники еще оставшиеся во дворе с интересом наблюдали за начинающейся перепалкой нет уж пусть и знают что она сделала давайте отойдем настойчиво повторил я взял обеих за руки и отвел в сторону отпусти я не собираюсь опять вести душеспасительные беседы меняем рут на 180 виноваты они были или нет уже не важно пара подколок не повод для убийства пара подколок лека гомы хватит мать твою ты вообще не помогаешь что это за херня была ты чё еще сейчас трололо включишь серьезно усмехнулась к гомы вот видишь она даже не отрицает или успокойся ну по сути сама не могла же к гоме одна восемь человек я осторожно подбирал слова а кто говорит что она была одна конечно это ведь у меня целый взвод охранников продолжила она неуместно иронизировать а тебе бы лучше следить за тем что говоришь а то что посадишь меня в тюрьму я не полицейский но вот в полиции сразу поймут что ты была с ними не в лучших отношениях у меня с ними вообще не было никаких отношений зачем вызывать лишние подозрения ничего в полиции разберутся а если не разберутся мы им поможем это угроза именно так жду с нетерпением как ума действительно вела себя странно если загнан в угол дерись да нет она просто рада что эти уроды сдохли Ха-ха-ха на допросе почему вы улыбаетесь за эти уроды сдохли мы их убили слава богу нет они просто так умерли какой подарок там богоху ха-ха-ха ай да всё правильно везуха Я даже не знаю, что сказать на такое Я бы такой, ну типа, ну ладно, радуется человек Чего уж тут Так Абсолютно согласен Однако было в ее поведении что-то еще Радость, торжество или Гордость Словно у преступника, которого ведут на казнь Желание напоследок плюнуть в лицо мучителям Иногда лучше промолчать А я к ней не лезла Отозвалась Кагома, нарочито игнорируя Элли Несколько дней в камере Сотрут эту мерзкую ухмылку с твоего лица Этот разговор надо было заканчивать Так или иначе Давайте не будем раньше времени никого обвинять Ник, не могу поверить, что ты ее защищаешь Вот Вот это меня вообще просто Я вот с этим на самом деле сталкивался в реальной жизни И честно скажу, меня это просто вот концептуально пугает история Защита человека Ты должен обвинять или защищать Исходя не из своих собственных убеждений Концепции справедливости И рационального мышления А ты должен сойдиться с тем Кого считаешь А должен сойдиться с тем Кто считает, что ты должен быть с ними в одной упряжке Иначе это предательство То есть Обратите в них Это жуть вообще Кто по-твоему самый милый персонаж тут? Самый милый? Ну это розововолосая, наверное, самая милашка Она, наверное, всех и порешала, конечно же Бармен Бармен точно, да Кёски Если я освещал Когома, то делал это ненамеренно У меня просто в голове не укладывалось, как она могла за одну ночь убить 8 человек И в отличие от Эли, меня больше волновал чисто технический вопрос, чем вопрос морали Понятно, что мотивы у Когомы были Но если бы каждый подросток, над которым издеваются, так ладнокровно расправлялся со своими обидчиками То наши школы утонули бы в крови Ты можешь как угодно относиться к Ивамуре, но просто посмотри на нее Похожа она на маньяка-убийцу Или поджала губки и отвела взгляд Это не важно Кто еще мог? У них не было врагов Ну да, как же Продолжила ехидничать Когомы Да прекрати ты уже Сама вчера сказала мне, что разобралась с ними Сорвалась у меня с языка Ее поведение было уже не просто странным, но и вызывающим Молодец, братан Это обязательно надо было сейчас в диалоге дропнуть Что может? Ритан, ты гений Ты гений, Ритан Если ты это видишь, ты гений Так Что? Что? Сука Двигатель Челу 15 лет, он не мастер переговоров Ты хотел сказать, челу 15 лет, он не мастер написания историй Тут же стряпнуло сели А тебе лишь бы болтать А что, ты собиралась скрывать это и от полиции? Ты мне можешь не рассказывать, что именно имела ввиду, когда говорила, что разобралась Но от них-то не скроешь Она поменялась в лице Ты что, правда думаешь, что я могла... Что я способна на такое? Да, я не расстроен из-за того, что с ними случилось Что же мне теперь слезы лить? Только чтобы меня не заподозрили? Нет, но хотя бы вести себя более... Адекватно Адекватно чему? Сорвалась она на крик Вашим ожиданиям? Да плевать я хотела По фактам По фактам Да начнется эра эгоизма, все по фактам говорит Я, пожалуй, действительно лучше с полицией буду говорить, если у них есть ко мне вопросы Нет уж, подожди Что значит, ты с ними разобралась? Не лезь, а то тоже получишь Ля на бычара, нахер Ты че? Слышь? Замахнулась на нее кагома, скорее для острастки Но я все же резким движением потянула ли на себя, и она оказалась в моих объятиях Ивамура же быстрым шагом вернулась в школу Ля, она просто... просто бык Да она булерша! Слышите? У нее буллинский камин-аут случился Ник, мне страшно Я боюсь даже рядом с ней находиться Я не знал, что ответить Мы некоторое время стояли молча Я крепко обняв Элли, а она положив голову мне на грудь Наконец пришло время возвращаться в реальность Я не оправдываю Ивамуру, но... Но что? Кагома можно было упрекнуть во многом Но она была... но она не была дурой И наверняка понимала, что вскоре ее заподозрят не только Элли И в таком случае подобное поведение оказалось еще более странным Ты всерьез думаешь, что она... что она одна могла убить 8 человек? Я не очень понимаю, что значит одна убить 8 человек Что вот это вот за разговор? Что вот это за инсинуации? Что вот это такое? У нас не было... Что? Вы хотя бы знаете, как умерли люди? Вы ни хера не знаете о преступлении А выводов-то, мать вашу Твою богодушу державу, мать Я не знаю, что думать Но кто еще? И к тому же в одну ночь Да, это важно Если бы речь шла действительно о серийном убийце То он скорее бы убивал своих жертв последовательно Но не одномоментно Значит, следует искать связь То, что объединяет всех восьмерых А в одном месте оказались Когда убивали одного, например Это... Боже мой, ребята Но кто еще? Господи О боже О боже Боже мой Экстраполир Ой Ой, боже У них была одна тусовка Это понятно Но больше мне ничего в голову не приходило Они почему-то приоритет Что убить восьмерых за ночь Это один на восьмерых человек сразу Да, в конечном итоге Можно было отравить Там убить Убить можно миллионом В разных способах Если у тебя огнестрельное оружие Это легко Если у тебя голые руки Это практически невозможно Если они знают А если они не знают Инкопассированные Или еще что-то То это даже под силу Ну то есть Что за херня? Ты их лучше знаешь Знала Я не утверждаю Что они всегда вели себя идеально Но Разве так можно? У кого только рука поднялась Или разрыдалась И мне пришлось вновь обнять ее Чтобы утешить Да не знаю Они биомусор Мне их не жаль Ну все, все Уверен Полиция быстро найдет виновного Надеюсь Мне очень тяжело видеть Как ты защищаешь эту вобуру Потому что Она ненадолго замолчала Словно я не собиралась Заканчивать фразу Просто не делай так больше Детектив Хабитон Выходит на тропу Аналитики Да нет Пока что еще нет Я ничего не видел Инсенуировать на тему Того Кто убил Это Чушь Чепуха Прахать лент Это визуальная новелла Здесь по итогу Электроник убил их Обещаешь? Я не Ивамуру защищаю А пытаюсь рассуждать логически А я не хочу Никакой логики Ритана 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 Я знаю Что она виновата Даже если не убивала их сама Сука Да как же она виновата Если она сама их не убивала Ты по-моему Немного гиперболизируешь Это же школьники Восемнадцать лет Восемнадцать лет Они уже Они уже Могут отъехать На войне Блин В двадцать втором году В России Ты уже Под снарядами Дохнешь В этом возрасте О чем ты? Они эмоциональны И это выглядит Вполне естественной реакцией Так нет Конечно Хорошо Но Типа Подожди Эмоциональны Это выглядит Естественной реакцией Но так поощрять-то не надо Понимать Что человек Сейчас на эмоциях Звинчен Важно И нужно И понимать Но Поощрять его За это поведение Нельзя Ну Типа Да Я понимаю Что ты сейчас Взвинчена Все в паре Все Все будет хорошо Или Или но Потому что До того Как она Ударила Мику Все было Нормально И даже Раньше Мне Мне Была Откровенно Чушь Такой Эмоциональный Фатализм Когда Конкретным Событием Зачастую Незначительным Приписывалась Роль Вершителей Человеческих Человеческих Судеб Ну Это Просто Безграмотное Предложение Ну Ладно Однако Эли Сейчас Об этом Говорить Не стоит Скоро Уроки Начнутся Я имею Ввиду Что Нам Все равно Надо Как-то Жить Дальше Ты Понимаешь Тихо Ответила Она Вытерла Слезы И Отстранилась От Меня Но Будь Уверен Что Я Сделаю Все Чтобы Убиться Кто Бо Он Ни Был Получил По Заслугам На Меньше Я Не Рассчитываю Кагома В классе Не Оказалось Ее Парта Была Пуста Что Ничего Удивительного Я Вернулся К Самому Звонку И Весь Урок Сидел Как На Иголках Однако У меня Появилась Возможность Все Обдумать А Что Если И Тут Каким-то Образом Замешана Корпорация Ну Зачем Кабояши Джуну Убивать Детей Которые Ему Точно Никак Не Угрожали Ну Например Чтобы Давить На Отца Который До Сих Пор Не Раскололся И Не Отдал Украденные Материалы На Перемене Ко мне Тут же Подскочил Киоски А за Ним Подошел И Майкл Ник Я Все Видел Из Окна Как Ты Говорил С Лисомой И Вамурой Решил Что Лучше Вам Не Мешать И На Том Спасибо Ты Подозреваю Что Во Всем Виновата И Вамура Господи Кески Если бы Вот Я бы С таким Человеком Как Кески Не То Чтобы Общаться Не Смог Я бы С ним В Драку Уже Полез Десять Раз Серьезно Сплетни Это Хорошо Если Ты Просто Сплетничаешь Чтобы Выветрить Что То Из Своей Системы Но Сплетни Как Способ Передачи Информации Дальше Это Сука Просто Кошмар Какой-то Сплетни Как Борьба Со Стрессом Хорошо Этот Чел Просто Токсичный Говнарь Ух Сука И Как По-твоему Одна Маленькая Девочка Завалила Восемь Человек Среди Которых Были И Довольно Крепкие Парни Ну О чем Тогда Вы Говорили К тому Ж С Эли Самой Эли Эли При чем Тут Она Вообще Ник Ну Ты же Не Станешь Отрицать Что Сакур Скаваш Мы Были Ее Подругами Его Слова Не Вызывали Ничего Кроме Раздражения Бывают Такие Болезненно Педантичные Люди Которым На роду Написано Замечать Исправить Любую Неточность Особенно В словах Собеседника Однако Иногда Голые Факты Это Совсем Не То Что Нужно В Определенной Ситуации Куда Мы Уже Который Раз За Неделю Начинаем Этот Разговор Я Со Счета Узбился Но Сейчас Ведь Люди Погибли И Что Сука И Что У Вас Что Полиции Нету Которая Будет Заниматься Этим А Ты То Тут Нахера Люди Погибли Твоя Работа Нет Ну И Завали Хлебло Тогда Как Он Меня Бесит Че Ты Пыришь Люди Погибают Каждый День Только Не говори Что Тебе Наплевать Нет Ну И Накладывать На себя Трауры Я Не Собираюсь Я Их Почти Не Знал Зато Знал И Вамура Еще Раз Повторяю В этот Момент В класс Вновь Вошел Директор И Прямо С порога Заявил В нашей Школе Сейчас Работают Полицейские Вас Будут По очереди Вызывать На допрос Когда Объявят Вашу Фамилию Просьба Спокойно Встать Не мешая Вести Урок Выйти Из Класса И Явиться В мой Кабинет Это Все Допрос Допрос Шушукались Одноклассники Мне стало Не по себе Я старался Всеми силами Не Уведать Своё Волнение Друзья Ник Пока Нету Пока Нету Вообще Никаких Зацепок Допрашивают Вообще Все И Вся Начался Следующий Урок И с каждой Секундой Моё Беспокойство Нарастало Да Мне Есть Что Скрывать Хотя Б Вчерашний Разговор С Вамурой У меня Дома Уверен Что Для Полиции На данном Этапе Она Еще Не Является Подозреваемой А вот Я Как Не Старался Не Мог Придумать Никого Другого Кто Лучше Подходит На Эту Роль В итоге Конечно Очередь Дошла И до Меня Притом Очень Быстро Моя Фамилия Находилась В начале Списка Учеников Нашего Класса В кабинете Директора Оказалось Двое Полицейских Тот Что Помладше И повыше Очевидно Играл Роль Злого Копа Его Напарник Пожилой Упитанный Круглолиц И лейтенант Должен Был Стать Добрым Сука Какой Против Школьников Хороший И плохой Коп Что За Херня Это Просто Сбор Показаний Рита Ну Мать Твою Ну Что За Херня Где Ты Это Берешь Той Еб Рызоте Однако На деле Все Оказалось Немного Не так И Они Оба По очереди Задавали Мне Вопросы Без Особого Выражения Интереса Фух Слава Богу Ритан Реабилитирован Сразу Словно Лаборант Опрашивает Сто Какого-то По счету Участника Психологического Эксперимента По влиянию Продолжительности Рабочего Дня На производительность Труда О Спрашивали В основном Про Сакуру Ее отношения С одноклассниками Особо Уточнили Были ли У нее Враги Я отвечал Честно И сразу Сказал Что мы Никогда Лично Не общались Однако Все время Допроса Я не знал Куда деть Глаза И в основном Почти не моргая Смотрел То на Одного То на Другого Полицейского Та Деба Как Не Вызывать Подозрений Руки Внезапно Стали весить В несколько раз Больше Пришлось Аккуратно Сложить их Перед собой На столе И Прилагать Сознательные Усилия Чтобы они Не дергались Затем Затекла спина Ягодицы Я Неестественно Выпрямился И застыл В такой Позе Однако Следователи Продолжали Скучать И Казалось Вообще Не обращали Внимания На мое Неестественное Поведение В начале Беседы Молодой Еще делал Какие-то Пометки У себя В блокноте Но Потом Отложил Его И с Отсутствующим Видом Принялся Изучать Бансай Стоящий На столе У директора Когда Пытка Закончилась Я вышел С кабинета С некоторым Облегчением После того Как на допросе Побывали И Майкл С Кезки На очередной Перемене Мы вновь Собрались Около Моей Парты Ну Рассказывай Нетерпеливо Начал он Как будто Мы обсуждали Серию Нового Аниме До чего Рассказывать Вам наверняка Те же самые Вопросы Задавали И что Ты ответил Что Никогда Не общался С Сокурой Что У нее Вроде бы Не было Врагов Но я Точно Не уверен Что В целом Отношения В классе У нас Нормальные О Протянул Кезки Разочарованно То есть Ты думал Что Меня допрашивали С особым Предстрастием Может Ты не только И в Амуру Но и Меня Подозреваешь Я сказал Это больше В шутку Но он Почему-то Заметно Разволновался Нет Нет Ник Что ты Кезки Это действительно Не детективный Роман Погибли Реальные Люди И в реальной Жизни Полицейская Работа куда сложнее Да все Я понимаю Да ни хера Ты не понимаешь Клоун Обиделся он Только Вот вам Как будто Совершенно Не интересно Наконец-то Наконец-то Ты сказал Что тебе Просто Это интересно Что ты Так заскучал Что тебе Просто По кайфу Ковыряться В этом Потому что Тебе просто Скучно Сука Так Сразу и сказал Что тебе До них Нету Никакого Дела Что они Сдохли тебе Насрать Тебе Просто Скучно А если Это какой-то Маньяк Охотится На учеников Нашей школы То есть Уже Никакого Ухмыльнулся Я Я попрошу Папу Разузнать Подробности В полиции Его отец Был каким-то Чиновником В муниципалитете И я очень Сомневался Что ему Достанет Полномочия Вмешиваться В ход Полицейского Расследования Так по тебе И видно Что ты сын Мента Но вам Ничего не Расскажу Если вам Неинтересно Пожалуйста Держи меня Как можно Дальше Какая Жалость С одной стороны Все эти порывы Кезки Выглядели Откровенно Глупо Но с другой Возможно У меня Есть основания Опасаться И за его Жизнь Нет Понятно Что версия С маньяком Не выдерживала Никакой критики Но кто-то Ведь действительно Убил за одну Ночь Восемь парней И девчонок Которые учились С нами В одной школе Получается Есть причины Считать Что за нами Идет охота Впрочем На твоем месте Я бы был Поосторожнее А что такое Ну Ты же сам Строишь теории Вот и подумай Что Такое Ник Не надо Пугать Кезки Серьезно Я не пугаю Я просто Предупреждаю Вдруг Они тоже были Любителями Дрянных детективчиков Но каким-то Чудом Раскопали Нечто стоящее Я с трудом Мог представить Что Асакуру Интересовало Что-то Кроме Мальчиков Модных Мальчиков Модных Журналов Сплетен Тусовок И караоке Ты серьезно Считаешь Что Нет Не серьезно Прервал я его И давайте Сегодня остановимся На этом Но я все равно Поговорю с папой Да ради бога Литан Кстати Недавно Пост выкатил Что ищет сценаристов На новый проект ПБЛ Но потом пост Исчез Ну нашел уже просто Мне кажется Что эта игра Вводит тебя на эмоции Пусть и отрицательные В таком случае Это лучше Чем если игра Вообще бы их не вызывала Вообще Я на первом прохождении Примерно то же самое испытывал Но на втором-третьем руте Уже по-другому Стал смотреть на некоторые вещи Это называется Смирение Ты просто Ты просто Умер внутри До определенного уровня Подожди Откуда у тебя Бельгийское пиво Какое ты Бельгийское пиво Открыл У тебя в Батуми Хогарден продается Это кто такой Ты кто такая Это кто Первый раз вижу Это детектив На перемене Я решил сходить в столовую Но в коридоре Соткнулся нос к носу С девочкой Нетерпливо Ерзавшей Около двери В наш класс Ой Громко вскрикнула она И отскочила на метр Извини Проворчал я И уже собирался Идти дальше Особенно виноватым Я себя не чувствовал Подожди Робка произнесла она И уставилась на меня Взглядом полным мольбы А Сакура-сан В твоем классе? Была в твоем Классе И тут же виновата Опустила глаза Ну да Вы были знакомы? А у нас в Мордоре Появился вишневый Хогарден А в Мордоре Вишневый Хогарден Производством Бельгии Или производством России? Потому что Вот русский Хогарден К сожалению Не то же самое И Хогарден И Бланш Денамюр И Ну конкретно сейчас Августин Блонд Где ты его берешь Собака? Что ли Россия Конечно Вот бельгийский Хорош Бельгийский Хорош Да не то чтобы Я сразу подумал А вдруг эта девочка Может что-то рассказать Об Асакуре Скавашимой Как тебя зовут? Ты из какого класса? Я... Вдруг заплакала она Ты чего? Мне и так жизни Хватает неадекватных Девчонок Давай отойдем Я решительно взял ее Под руку И отвел подальше Скоро мы оказались Старом крыле школы Девочка вся сжалась И с опаской Поглядывала на меня Что ты знаешь О произошедшем? Ты ведь знаешь Что их убили? Ну да Чего это я Во дворе ведь была Вся школа Что тебя с ними связывало? Я... Вдруг она тоже Состояла в их компашке Прости Я не знаю Как тебя зовут Ничего Совершенно не к месту Улыбнулась девочка Хотя нет Вряд ли Скорее ее можно сравнить С Кагомой Тебе от них доставалось? Она неопределенно Повела головой Как будто высматривала Что-то в дальнем конце коридора Странная Странная девочка Подходящая цель Для банды Асакуры Просто у меня есть подруга Знакомая Которая от них натерпелась Если ты тоже То это нам очень поможет 15 ларей за литр Слушай Это очень дешево У меня таких хороших Здесь нету Только вот чем Она уж точно не тянет На убийцу Да я просто Рассмеялась девочка А потом вновь заплакала Что Нету В скобочках Не искал Ну блин Ну я рядом с домом Искал конечно У меня есть то Что есть под домом Это Шнайдер Вайс Ну да хорошо Я сначала даже не поверила В то что сказал директор Конечно Мы не были друзьями С Сакурой Сан Но я никогда Не желала ей смерти Наконец она взяла себя в руки И начала говорить осмысленно Интересно Сколько еще детей В этой школе Пострадали от травли И почему я не замечал Этого раньше И почему эта девочка Так легко согласилась Пойти со мной В безлюдное место Я тебе ничего не сделаю Ты не подумай Я вижу Что ты Не такой Знаешь Когда ты так говоришь Я вздохнул Задумался Что я вообще делаю Зачем Ты из класса Эли Кабояша Сан Она утвердительно кивнула Значит ты Больше знакома С Кавашимой Кавашиму Сан Тоже жалко Жалко Ну да Конечно я не оправдывал Эти убийства Но в мире Каждую секунду Гибнут люди Переживать за всех Времени не хватит А уж в данном случае Как ни крути Как-то Кто-то все-таки Испытает облегчение От того что их не стало Может оно и к лучшему К лучшему? Я имею ввиду Что многие вздохнут Свободнее Без их постоянных нападок Ты только что Одобрил убийство Straight to jail Конечно мне не всегда Было легко С Кавашимой Сан И Асакурой Сан Неожиданно Хмурилась девочка Но их ждала Впереди вся жизнь Возможно в дальнейшем Они бы изменились Ну что ж Мы больше этого не узнаем А Ну да Конечно Я почувствовал себя Престыженным И постарался быстро Сменить тему Так Все-таки Что ты хотела? Хотела? Ну Ты как будто Кого-то искала В нашем классе Да нет Я просто зашла Просто значит Я вздохнул Как интересно получается Типичные задиры Выбирают себе Типичных жертв Все в природе А следовательно И в социуме Определяется Какими-то простыми Причинно-следственными Связями В основе которых Лежит наследственность И воспитание Простыми Вот только легче От этого Когомы Этой Вот только легче Легче ли от этого Когомы Этой странной девочки Легче ли от этого Мне Ты случайно Не знакома С Ивамурой? Спросил я Без особой причины С кем? Ивамура Когома В моем классе Она Но имею ли я Право рассказывать О проблемах Когомы Даже если Эта девочка Сталкивалась С чем-то похожим Нет Я ее не знаю Ты вообще Не знаешь С чем она Сталкивалась Кретин Вот как Почти что с облегчением Выдохнул я Ну Ладно Тогда Извини что Протащил тебя сюда Я уже собирался уходить Но девочка остановила меня Это девочка Следак Следа девочка Потом она нас В тюрячку посадит А ты был С Ними Знаком Это Эл Точно вам говорю Это Эл С кем С Сасакурой Кавашимой Ну С Сасакурой Мы были в одном классе Опять прозвучит Странно Если я скажу Что не был знаком С собственной Одноклассницей Но на фоне Этой девочки Легко не оказаться Чересчур странным Мы никогда Особо не общались С ней Если ты об этом Ясно А почему Спрашиваешь Ну Просто Просто значит Повторил я И застыл в полоборота Как будто Ожидая от нее Еще чего-то Однако Девочка Замолчала Ну Ладно тогда Пока Улыбнулась она И пошла Вглубь Старого крыла Зачем Я еще Некоторое время Стоял на месте Обдумывая Случившееся Конечно Глупо Подозревать Эту странную Девочку В том Что она Расправилась С Шайкой Сакурой И Кавашимой Однако Здесь очевидно Достаточно людей Которые Если и не желали Им смерти Не сильно Расстроились Из-за случившегося Теоретически Если бы Они все Объединились Нет Глупость Какая-то Я решительно Встряхнул голову И направился Назад в класс Кто победит Десяток Ивамур Или десяток Асакур Уроки закончились Во дворе Меня ждала Химицу Не как он Я так волновалась Что я засну В классе Уроню голову На карандаш И выкулю глаз Ну Надулась она Такое несчастье Ведь случилось Одна из погибших Девочек Уживучилась В твоем классе Ну да Асакура Ответил я Стараясь Придать своему голосу Как можно более Безразличное выражение Вы общались? Хотя О чем это я? Конечно Химицу была права Но замечание Это меня Все равно кольнуло Как и с Майклом Иногда хочется Чтобы правда Существовала Отдельно от тебя Где-то в параллельной Вселенной Нет Мы не общались Асакура Она Я медленно Подбирал слова Она из другого Социального слоя Вот как Мы медленно Шли в сторону Дома Химицу Почти все время Молчала И довольно быстро Мне стало не по себе Наши отношения В последнее время Далеки от идеала Но сегодня Она вообще Напоминает Скорее бывшую жену Которая вынуждена была Приехать на похороны Моих родителей И соответственно Выражать какое-то Никакое Какое-никакое Сочувствие Это Асакура сделала? Наконец спросила Химицу Что именно? Твоя дверь И стекло С чего ты взяла? Я даже особо Не удивился Ее проницательности Просто предположила Что если и так? Ты же не думаешь Что это я их убил? Она ничего не ответила Не думаешь же? Начала волноваться я Нет конечно Никакон Не думаю Как-то не уверенно Ну а что я еще могу сказать Когда ты от меня Все скрываешь? Я Ничего Ладно Если даже Я что-то не договариваю То зачем сразу Бросаться в крайности? Не каждый Восемнадцатилетний подросток У которого есть секреты Маньяк-убийца Ты так не считаешь? Я уже не знаю Что думать Никакон Десять минут назад Химицу казалась По-настоящему Обеспокоенной Как та бывшая жена А сейчас На ее лице Застыло выражение Ленивого безразличия Словно мы разговариваем О каких-то Совершенно не имеющих Значения вещах Просто болтаем О повседневной жизни И ты даже не спросишь Угрожает ли мне опасность? Я могла бы спросить Но заранее знаю Что ты ответишь И что же? Все в порядке Солнце Не волнуйся Передразнила она меня Ведь в каком-то плане Химицу права Я бы действительно Ответил что-то в этом роде Даже не в каком-то плане Химицу права А именно Так и будет И ты сам По сути Сделал так Что она больше тебя Ни о чем не спрашивает Что с тобой не так? Непоследовательный Ты дегенерат Отстань от ребенка Вы с ней Чужие друг другу люди И ты сам это сделал Ха-ха-ха Ватафак Я не имею ввиду Что все в порядке В контексте нормального Среднестатистического человека Все в порядке В рамках моей жизни То есть Вариант нормальной жизни Для тебя Для себя Ты даже не рассматриваешь? Нет Я не хотел Не то хотел сказать Блин Ты меня совсем запутала Ты сам себя запутал Никакун Ну вот опять А что ты хочешь От меня услышать? Я уже много раз Спрашивала Что происходит А в ответ получаю Одно и то же Потому что Ничего не происходит Отозвался я неуверенно Вот видишь Именно об этом Я и говорю Хорошо Да Это Сакура Со своей бандой Расписала мне дверь И разбила стекло По крайней мере Они особо и не отпирались Но почему Никакун? Что ты с ними Не поделил? Наконец Оживилась Химицу Так подождите Мы с Химицу Мы с Химицу Первый раз Против этой банды Выступили Пока Мы шли С ней В школу Мы первый раз Встали Наперекор Банде На ее глазах Что значит Что я не поделил? Скажем так Я не стал терпеть Несправедливость Мне не хотелось В подробностях Рассказывать про Кагома Да Это было и не нужно Но я уверен Что их убийство Никак с этим не связано Несправедливость? Ты помнишь Ивамуру? Мы видели Как к ней приставали У школьных ворот Пару недель назад Ивамура Сэмпай Неопределенно Повторила Химицу Мне надоело Смотреть Как ее травят Странно Не как он Что ты обратил Внимание На кого-то Кроме себя Это что за херня Просто Почему люди Которые Ненавидят Друг друга Продолжают И не хотят С друг другом Разговаривать Продолжают С друг другом Разговаривать Для меня Это загадка Можно Хватит То есть Ты считаешь Что я поступил Неправильно? Я не знаю Никак он Твоя ведь жизнь Слушай Ну может Хватит Уже Мы подошли К дому И я резко Остановился Посреди Дороги Что Хватит Так себя Вести Как будто Тебе Наплевать С каких Пор Тебе Интересно Мое Мнение С таких Всегда Было Интересно Тогда Ты Очень Тщательно Это Скрывал Видимо Я Сделал Какое-то Странное Выражение Лица Потому что Химица Вдруг Засмеялась Видел Бо Ты Сейчас Себя Никакум Однако Любая Реакция Лучше Безразличия Если Ты Мне Все Расскажешь Ничего Не Утаивая То Тебе Самому Станет Легче В этом Я Очень Сомневался Но Перспектива Остаться В полном Одиночестве Пугала Еще Больше Это Очень Болезненная Мотивация Ну Ладно Кагома Теперь Подозревает В убийстве И пусть Пока Уверена От Кэтрин Я Сейчас Еще Дальше Чем Когда Она Была На Другом Конце Земли Да Теперь У меня Появилась Своя Музыкальная Группа Но Что От Нее Толку Когда Выходя За Дверь Ребазы Ты Остаешься Один Мне Нужно Подумать Ладно Подумай Я Зайду Вечером Сейчас У меня Еще Дел Много Хорошо Спасибо За Что Никакун За То Что Ты Есть Химицу Загадочно Улыбнулась И Все Таки Как Не Вовремя Сакура С Кавашимой Решили Умереть Когда Уже Казалось Бы Что То Начало Налаживаться Я Ходил Подумав Зад И Вперед Бесконечно Прокручивав Голове Сценарий Того Что Может Случиться Дальше Если Даже Полиция Заподозрит Кагома То У Нее Вполне Может Оказаться Алиби Почему Я Сразу Не Догадался Ее Об Этим Спросить Если У Нее Действительно Есть Алиби То Все Станет Еще Более Запутанным Не Ужели Мне Действительно Проще Верить То Что Убийца Кагома Чтобы Как-то Отвлечься От Этих Тяжелых Мыслей Я Взял Бас И Принялся Разучивать Новые Партии У У Меня Планируются Скоро Две Грузинскую Медицину Грузинская Медицина Очень Хороша Дорогая Дорогая Если У тебя Нету Страховки Но Очень Хороша Так В шкафу Нашелся Старый Самоучитель Сальфеджио С помощью Которого Удалось Довольно Быстро Освоить Азы А их Как раз Хватало Чтобы Понять Казавшиеся Китайской Грамотой До Этого Ряды Скрипичных Ключей Интересно Как непосильный В начале Проигрыш В итоге Становится Чем-то Простым И Понятным С Практикой Всего-то Надо Повторить Его Раз Сто Я Клонился К вечеру Пальцы Болели Спина Затекла От Продолжительного Сидения В одной И той Же Позе Надо Было Сделать Перерыв Но Постоянно Мешала Назоливая Отговорка Вот Сейчас Еще Разок Сыграю И Обязательно Отдохну Я бы Наверняка Довел Себя До Полного Изнеможения Если бы Не Звонок В дверь Нежданным Гостем Оказалась Элли Спасибо Тебе Выпылил Я Прямо С порога За Что Если бы Не ты То Я бы Замучил Себя До Смерти Игрой На Басу Вот Как Входи Пожалуйста Элли Заметно Нервничала И Даже Не Пыталась Этого Скрыть Я Вообще То По делу Пришла А я Уж Надеялся Что Соскучилась По мне Попытался Я глупо Пошутить Но Она Явно Была Не В Настроении Это Насчет Твоей Подруги И Вамуры Когда Это Мы Успели Подружиться Со Стороны Похоже Ну Знаешь Ли Скрестил Я руки На Груди И Прошелся По Кухне Я Уже Говорил У нее Пропал Отец И Я Решил Помочь Ты Каждый Встречный Помогаешь Спросила Она Беззлобно Но С Каким Особенным Интересом Только Тем Кому Нужна Помощь Буркнул я В ответ Хорошо Вот Мне Нужна Помощь Что Скажешь Моих Друзей Убили И Сделала Это Твоя Подруга Знакомая Называй Как Хочешь А Началось Колхозе Утро Доказательства Какие Ваши А Ё Просете Это Твоих Друзей Убили Это Не Проблема Это Событие Потому Что Здесь Нечего Решать Проблема Расследование Занимаются И Профессиональные Органы Охраны Правопорядка Сука И Сделала Это Твоя Подруга Сука Да Какое Обосрамство Вообще Вот Почему Вот Почему Вот Почему Бить Детей Нельзя Запрещать Вот Почему Вот 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 Битингс Только Битингс Я Правда Не Думаю Что Подожди Я Не Закончила И Если После Речи Директора Еще Могли Оставаться Какие Сомнения То Ее Реакция А Как Бо Ты Реагировала На Ее Месте Я Не На Ее Месте Слава Богу Я Уже Говорила Об Этом Я Не Хочу Ставить Себя Ни На Чье Место Мне И На Своем Проблем Хватает Тогда Нехрен Трындеть Если Ты Не Собираешься Ставить Себя На Место Преступника И Расследовать Преступление И За Что Тебе За Просто Чисто Ради Себя Потому Что На Самом Деле Твою Версию Не Примут И 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 Изысканиями То Тогда Вот Вообще Иди Нахер Усук Да ты что Не видел Японских Ментов Аниме Они Бесполезничи Хорошо Что Что Ты Предлагаешь Надо Надо По крайней Мере Сообщить Полиции Сказала Эли Запинаясь Видимо Конкретного Плана Действия У нее Не было Думаешь Они Сами Не поймут Что И В Амуре С твоими Друзьями Были Не Лучшие Отношения Да Конечно Но Или Нахмурилась Словно Я был Виноват В том Что Она Не Придумала Как бы Половчию Прятать Кагомя За Решетку Тогда Надо Поговорить С дедушкой Все Ему Рассказать Вот Уж Точно Лишнее Вот Уж Это Точно Лишнее Я Кстати Думаю Что Это Реально Дед Ее Сделал Особенно За то Как Он Велел Мне Приглядывать За Кагома Ты Понимаешь Что Твой Дед Не Сторонник Полумер А Если Она Не Виновата Ты Хочешь Чтобы Невиновный Страдал Почему Ты Сразу Предполагаешь Что Дедушка Сделает С ней Что То Плохое Да Как То Ничего Другого Честно Говоря В голову Не Приходит Ляпнула Яну Или Не Обратила Внимания На Мой Тон Я Не Могу Просто Ждать А Вдруг Убийцу Не Найдут Она Подошла К столу Села И Сложила Руки Перед Собой Давай Позволим Полицейским Делать Свою Работу Я Понимаю Что Не Вправе Давать Тебе Советы Ведь Не Моих Друзей Убили Но Все Мне Кажется Что Надо От мысли Сдать Кагом Полиции Или Деду Неважно Однако Затем Я попытался Поставить Себя На Место Эли Что Бо Я чувствовал Если бы Убили Кезки И Майкла А Главный Подозреваемый Нагло Ухмылялся Мне Прямо В лицо Я Не Я Сейчас Вот Я Сейчас В шоке В каком То Ты Ж У нас Рациональный Логик Если бы Убили Твоих Друзей И Главный Подозреваемый Улыбался Тебе В лицо Ты Был Бо В состоянии Аффекта Неспособный К рациональному Мышлению Да Если бы Ты тоже Был Шиложопый И Неадекватный Ты бы Вел Себя Как Шиложопый И Неадекватный Совершенно Верно Но Что Ты Пытаешься Этим Доказать Какая Какой Следующий Шаг К 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 Словно Напрашилась На то Чтобы Ее Признали Виновной Вне Зависимости От того Виновата Она На самом Деле Или Нет She Was Asking For It Как Минимум У нас Нет Никаких Доказательств А Вот Это Уж Точно Дело Полиции Мы Себя Таким Мы Себя Таким Говном Как Доказательства Когда Кидаем Обвинения Не Ограничиваем Это Удел Ссанных Полицейских Я В Расследованиях Диктатор Сука То есть Ты допускаешь Что они Вполне Способны Самостоятельно Без чьей-либо Помощи Найти орудие Убийства Снять Отпечатки Пальцев Выяснить Мотив Я Вот Я точно знаю Какой следующий шаг Замутить Кальян У тебя Операция Скоро Побереги Организм Спросил Я Полушутя Мотив Тут ясен Как божий день Охереть Давай Удиви Меня А вот Я бы Не спешил Взаимная Неприязнь Издевательство Это понятно Возможно Я бы Даже Не удивился Если бы Кагома Плеснула В лицо Сакуре Кислотой Но 8 человек Эли 8 Неужели Ты действительно Веришь Что Кагома Могла Могла Одна Вдруг Ей Помогали Кто Дед Ему лет Ему лет 100 на вид Почем Я знаю Огрызнулась Она И отвернулась Я не хотел Продолжать Этот разговор Попытаюсь Дальше Спорить С ней Я могу Нарваться На реакцию Избалованного Ребенка Желание Поступить Наперекор Господи Это потому Что Объясни Что она Сейчас Чувствует Объясни Что она Сейчас Может Только Херни Натворить Ребята А я Один Вижу Вы видите Здесь Полосу Это мой Монитор Сломан Она Здесь Всегда Была Это Это С новым Патчем Пришло Что Это За Херня Че Тестировщики Ё Мое Как Вы Сделали То А Это Что Ладно Твой Монитор Монитор Сломался У меня Нет Никакой Полосы Ого Нету Да Я вижу Как у Меня Я вижу Как у Меня Мышка Над этой Полосой Блин Чач Конечно Попробуйте Попробуйте Не в 360 Пи Смотри Трансляцию Поддерж Поддерживать Как Вы Как Вы 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 Как Как Эмоции Он Сейчас Испытывает Почему Так И все Дела Полоса Пропала Нет Давай допустим, что ты права Кагома убивает вечером в воскресенье 8 человек А утром в понедельник, как ни в чем не бывало, идет в школу, так? Она же ненормальная Уверен, что не обижу ее, если скажу, что у Кагома действительно есть проблемы в социальной сфере Но ты сейчас говоришь о психопатии Да? Кажется, она тебе буйной психопаткой Ну, нет, я не знаю Психопаты, они же могут притворяться нормальными людьми Эти, как их? Социофобы Социофобы Сколько из вас психопаты? Социофобы плюс в чат Социопаты? Ну, социопаты, какая разница? Биттингс Биттингс, друзья Биттингс Биттингс, я уже говорю Кагома, конечно, во многом противилась сложившемуся общественному устройству, но именно потому, что понимала его и вынуждена была подстраиваться Так что и эта гипотеза мимо Социопатов часто характеризует случайный выбор жертв Но что ты от меня хочешь? Взмолилась Элли Я сюда пришла, чтобы ты меня пожалела, а не чтобы выслушивать лекцию по судебной психиатрии Правда? Во многих отношениях мой опыт общения с девушками был ограничен Да, Химицу и Кэтрин мало подходили друг на друга Но их вовсе двое А вот Кагома, тем более Элли Я совсем не хотел, чтобы ты подумала, что я Да расслабься, я пошутила Вот это, вот это, психопатия Тут из прихожей донесся голос Химицу Никакун, ты не один? Черт, а ведь она действительно обещала зайти вечером Что, уже вечер? Никакун Я посмотрел на Элли и виновато улыбнулся Никакун Однако появление Химицу ее как будто совсем не смутило Извини, я не знала, что у тебя гости Ты по ботинкам видела Клоунесса Кабаяши Сэмпай Химицу опустила голову и как будто сразу уменьшилась в размерах Вся эта чрезмерная вежливость выглядела глупо, даже комично Не буду мешать Она развернулась, но Элли остановила ее Нет, это я пойду Извините Буквально прокричала Химицу и убежала Господи Иисусе Что это с ней? Много всего С чего бы начать? Это твоя... Начала она, но тут же замахала руками Но я тут же замахал руками, не дав ей продолжить Нет, 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 мы просто друзья Друзья детства Десять лет живем друг напротив друга, ну и вот Ну и что? Вот Сделала Элли такой вид, как будто допрашивает меня Ну и все Ладно, я рада Чему? Что у тебя есть и нормальные друзья? От этих слов я почувствовал себя неловко Химицу мне почти как семья На самом деле сейчас, после смерти родителей, у меня и нет никого ближе А что с ними случилось? Да твой дед убил Погибли в автокатастрофе Мне очень жаль Давно? Полтора года назад И ты все это время вот так? Один? Ну да, я уже привык Прости, не стоило мне всего этого говорить Она вскочила со стула Да нет, все в порядке, серьезно В любом случае, теперь мне кажется, что ты прав Я не буду пока ничего рассказывать дедушке И на том спасибо А ты не забывай, что у нас в среду репетиция Репетиция? Я думал, тебе нужно какое-то время, чтобы, ну, ты понимаешь Элли задумалась, как будто ее спросили о чем-то неожиданном, а затем вдруг мило улыбнулась Я тоже привыкла Счастливо Привыкла к чему? На какой рун выходим? Титан Одиночества В скобочках Элли Сегодня больше не оставалось сил ни на что И уже в 11 вечера я спал крепким сном 22 сентября 87 года Новый день начался Для меня непривычно рано Я встал с твердым желанием сегодня обязательно выяснить, почему Кагома себя так ведет В этом желании смешались и страх за собственную безопасность после просьбы Кабояши Джуна следить за ней и обеспокоенность за судьбу самой Кагома и подозрения, разгоревшиеся с новой силой после разговора с Элли Неужели я действительно подозреваю Ивамуру? Если откинуть все неверные гипотезы, то оставшаяся сколь... то оставшаяся сколь бы невероятной она ни была, окажется правдивой? Однако человеческие отношения подчиняются скорее законам квантовой механики Явление неотделимо от наблюдателя И если представить, что Кагома действительно... В голову упорно лез образ Чарльза Мэнсона И его неуместное сравнение с Эвамурой вызывало лишь улыбку, пусть и кощунственную Чарльз Мэнсон уже типа... а, ну да Я очень долго умывался, в итоге решил принять душ Приготовил на завтрак несколько бутербродов с сыром Почему японцы не едят бутерброды? Помню, в детстве они были моей основной едой как на завтрак, так и на ужин Японцы не едят бутерброды? Есть японцы в чате? Конечно, сэндвичи бывают разнообразнее в плане начинки Но советская кухня прекрасна своей простотой Кусок белого хлеба со сливочным маслом и сахаром может стать прекрасной заменой печенью Кусок белого хлеба со сливочным маслом и сахаром! М-м-м! Да, я японец, мы едим о нигире Ну, я, они едят Вот по таким японцам, короче, Ритан и делал свое исследование Перед тем, как начать эту новеллу писать Это бесконечное лето или как-то так? Ах, если бы в названии трансляции было название игры, в которую мы играем Было бы так удобно? Можно было бы избежать задавания глупых одинаковых вопросов, да? Чёрный хлеб, которого тут днём с огнём не сыщешь, с подсолнечным маслом и солью, отличная закуска Подсолнечное масло на чёрный хлеб и соль? Закуска? Это ты свинья! Кто-то так ел? Фу, нет! Чёрный хлеб с маслом? Хорошо Можно греночки пожарить из чёрного хлеба, но вот это У меня так батя ел Блин, да не, фигня аж полная Я так до сих пор ем с подсолнечным маслом Реально выливаю... А как наливается-то? Чёрный с сырком плавленым? О, вот это хорошо Макарошки с вареньем Ты что за гадость? Хотя, ну есть же вермишелевый суп на молочке такой сладкий Капля размазывается и солью посыпается Чёрный хлеб пористый, куда ты каплю размажешь? Оно у тебя в одном месте будет Ну немного масла льёшь и соли побольше Херня какая-то Чёрный, хороший чёрный хлеб сам по себе вкусный Сочный такой А макал в блюдечко С рыбкой, конечно Я в детстве добавлял варенье в макароны Блин, я даже захотелось попробовать Нормально, нормально Сушки, баранки, бублики Не, ну это-то всё вкусно, да Хлеб всему голова Это да, это, кстати, наша воспитательная штука Хлеб всему голова Это только мы так, по-моему, говорим и живём Было ещё довольно рано, но роботеги уже спешили по своим делам Отчего-то сегодня прохожие казались мне необычайно приветливыми Конечно, они не могли знать о том, что буквально вчера были зверски убитые 8 ни в чём не повинных школьников Однако, наверняка, это не рекорд для ежедневной криминальной статистики Токио Я не владел точными цифрами, но что толку? Статистика знает всё о жизни популяции, но ровно ничего о жизни конкретного человека В школу я пришёл одним из первых Сидеть в пустом классе было непривычно И в какой-то момент горло подступила непонятная тревога В голове сами собой начали прокручиваться один за другим десятки совершенно невероятных сценариев Вот двое вчерашних детективов обвиняют меня в этих убийствах Вот дверь высаживает вооружённый отряд Кабояши Корпорейшн и расстреливает всех На землю падает метеорит, точнёхонько, в нашу школу Когда в класс начали подтягиваться первоиззевающие школьники, мне стало спокойнее И я даже завёл с некоторыми разговор ни о чём Хотя я редко общаюсь с кем-то, кроме Кёски и Майкла Кагома появилась перед самым звонком Внешне она совершенно не была похожа на родственницу Чарльза Мэнсона Сильно На перемене я уверенно подошёл к ней и решительно заявил «Нам надо поговорить» «Давай» Она пожала плечами и встала Выйдя на крышу, мы попали в холодные объятия осеннего ветра Чем ближе октябрь, тем здесь становилось всё более некомфортно находиться без верхней одежды «Ты знаешь, что я хочу сказать?» «Знаю» «Ну и?» «Что?» Она выглядела откровенно незаинтересованной «Мне кажется, что ты сама хочешь, чтобы тебя обвинили в этих убийствах» «Если она уже всё решила, то какое значение имеют мои желания?» Спокойно ответила Кагома, как будто решила какой-то безделица «Кто?» «Она?» «Эли?» «Ты правда считаешь, что она лично контролирует КБШ и Корпоришн?» «Полицию?» «Может, всю Японию сразу?» «Не она, так и её дед» «Подожди» «Кажется, я начинал понимать» «Ты думаешь, что тебя подставили?» «А ты так не думаешь?» «Мне кажется, по крайней мере, что убивать для этого 8 человек – перебор» «Хватило бы и одного» «На зато 8 убедительнее» «И кому, по-твоему, это понадобилось?» «Тебе виднее» «А я-то тут при чём?» «Ты ведь общался с её дедом» «Потому что вызвали меня одного, а тебя, как помнишь, не пригласили» «Конечно, я же девочка» Усмехнулась Кагома «Да господи, хоть боевой вертолёт» «Уверен, у него были на то свои причины» «К тому же я тебе в подробностях передал наш разговор» «Да, только сначала соврал» «Но потом же всё-таки сказал правду» «Она лишь хмыкнула в ответ и отвернулась» «Может, ты и правда веришь в то, что говоришь» «Только вот мне от этого не легче» «Не легче тебе только от твоих собственных действий» «Могла бы сразу решительно всё отрицать» «Да, что бы это дало» «Оскалилась она» «В чём именно ты меня обвиняешь» «Ты знаешь обстоятельства убийств? Где они произошли? Каким оружием убиты жертвы?» «О, нихера себе, Ритан! Вот же шок! Мы уже час в этом говне купаемся, и только сейчас ты решил задать эти вопросы» «И типа, мол, и типа, мол, как бы, так как бы говоришь, типа, посмотрите, какой хапитан тупой» «А? Не задался всеми этими вопросами» «О, сука!» «Ты что-то знаешь, помимо того, что вчера сказал директор?» «Нет» «Промямрил я и тут же почувствовал себя виноватым» «Но ты хотя бы могла сказать, что у тебя есть алиби» «На какое именно время?» «И если всё случилось ночью, а это наверняка так, то я спала в своей комнате одна» «Подтвердить это может только дедушка, но он…» «Ты его видел» «Маритан просто на ходу сюжет дописывает, слушает стримы, дописывает только такое объяснение, братан» «Только такое» «И всё равно» «Николай уже потихонечку, как бы…» «Ну да, я, конечно, дебил, но…» «Но осадочек остался» «Теперь я лучше понимал, о чём она думает» «Мне кажется, ты перегибаешь палку» «Я не знаю, это какой-то фатализм или что-то ещё, но нельзя же на самом деле считать, что от тебя ничего не зависит» «Тогда, может, дашь совет?» «Разозлилась Кагомя» «Да, не провоцируй Элли» «Ты же сам говоришь, что она ничего не решает» «Сразу вспомнилась её вчерашняя угроза всё рассказать деду» «Может, и не решает, но жизнь Кагомя, она в состоянии серьёзно осложнить» «Просто не надо, ты не в том положении, чтобы…» «Чтобы что?» «Ничего» «Этот разговор начал конкретно выводить меня из себя» «Теперь тупорылая обезьяна – главный герой» «Этот наш оплот рациональности» «Интеллектуальный, сука, столб» «Ну и ничего», говорит «Этот разговор начал конкретно выводить меня из себя» «Меня тоже!» «То есть ты не намерена меня слушать?» «Ладно», – нехотя согласилась она «Я буду молчать, только это всё равно ничего не изменит, вот увидишь» «Бережёного Бог бережёт» «Мы вернулись в класс и несколько уроков прошли без происшествий» «На большой перемене я отправился на обед в столовую вместе с Майклом и Кёске» «Там было непривычно много свободных мест, а даже те школьники, что стояли в очереди за едой или сидели за столами, выглядели так, словно пришли на похороны, а не просто пообедать» «Вам не кажется, что атмосфера какая-то тяжёлая?» «Неудивительно» «Майк хочет сказать, что для нашей школы это ужасающая трагедия» «То-то мы не знали», – фыркнул я без особого раздражения «Зато я сейчас расскажу вам то, чего вы точно не знали» Кёске откинулся на спинку стула и победоносно поцарел на нас, явно ожидая, что если не аплодисментов, то уж точно восторженных расспросов «Игнорируй его» «И он завалит» «Что? Вам совсем не интересно?» «Рассказываю уже» «Я поговорил с папой и узнал подробности убийств» «Неужели?» «Вот сейчас я действительно удивился» «Мне всегда казалось, что его отец просто мелкий клерк» «Я знаю, что ты всегда в меня верил, но…» «Кёске, ну хватит уже, это не игра» «Ладно» «Разочарованно вздохнул он и продолжил» «Их всех убили на заброшенном складе» «Он назвал район» «Точнее, застрелили» «Я мог как угодно про себя клеймить ту шайку, но что им делать ночью в воскресный день, как…» «Воскресный день на каком-то заброшенном складе на отшибе города» «Как-никак они были мажорами, а не наркоманами со стажем» «Это, кстати, эти друзья очень часто в одном и том же месте затариваются, так что не надо грязи» «У мажоров и наркоманов куда больше общего, чем у тех и других с нормальными людьми» «Ну ладно» «И застрелены» «Значит, кого мы точно ни при чем» «Потому что что» «Потому что ты точно знаешь, что у нее нет пистолета» «Как» «Как раз таки теперь» «1.8» «стало реальным» «В Японии фиг достать оружие» «Ну блин, да, но это же допущение можно сделать и оно все еще достается» «Ну это как бы да, это очень сложно, но…» «Как бы…» «А якудзичи как их достают» «Откуда у нее деньги на ствол» «Да откуда у нее деньги на ствол» «Может быть старый какой-нибудь люгер сраный» «Ты уверен?» «Ну не станет же меня обманывать мой собственный отец» «Не станет» «Повторил я и внимательно присмотрелся к нему» «Из люгера восьмерых» «Может у нее два люгера, откуда кто, откуда ты знаешь» «Кески был не дурак приврать, но сейчас все-таки речь не об аниме» «А ты что думаешь?» «Обратился я к Майклу» «Пока не знаю, недостаточно фактов» «Спасибо, Майкл» «Ты моя единственная надежда в этом произведении» «Надеюсь, Кэтрин тебе не всю жизнь поломает» «Ты забыл, что якудзус решают проблемы на кулаках, срывая пиджаки» «Хе-хе-хе-хе» «Да, еще ассоциация якудз просит вас мыть руки перед едой» «Классика жанра вот эта вот» «Вот эти вот все самые брутальные якудзы» «Выскажи предположения» «Мои предположения не помогут раскрыть убийство» «Мы и не пытаемся ничего раскрывать» «Ну почему же, а по-моему это очень интересно» «Люди погибли, Кески» «Это не детективный роман» «Нет, это просто детективный роман, да» «Я это прекрасно понимаю, но их уже не вернуть, однако их убийцы должны понести заслуженное наказание» «Произнес он тоном Кияма-сэнсэ» «Этим займется полиция» «Полиция, полиция» «Вот я недавно одну мангу читал» «Не удивлен» «И тут же спохватился, покраснел, замолчал и созрядачился на своем удоне» «Ага, кентайную мангу читал» «А вот мне кажется это очень странным, что 8 школьников из благополучных семей внезапно оказались ночью на каком-то заброшенном складе» «Как думаешь, Майкл?» «Пожалуй и правда странно» «Он реагировал так, как будто мы обсуждали какое-то скучное телешоу» «Значит, на то была причина» «Короче, это Элли такая» «Они ведут себя как быдло» «Дедушка за херачек» «Дедушка такая, say no more, пригласи их в минивэн» «Она их приглашает в минивэн, их отвозят на склад, убивают» «Изи» «Или их туда привезли» «Чтобы убить» «Возможно» «Значит, один человек бы никак не смог этого сделать» «А кто говорит, что он был один» «Да никто, я просто рассуждаю вслух» «Ладно, пацаны, у меня возникли дела большой важности, так что я вас оставлю» «Кески глухо захихикал, а Майкл и бровью не повел» «Ааааой» «Надо было поговорить с Элли» Конечно, все эти подробности и даже больше она смогла сама узнать от деда, но что-то подсказывало мне, что он не станет лишний раз расстраивать внучку. Не заходя к ней в класс, я сразу направился в старое крыло школы. «Привет!» Эли сидела за роялем и скучала, смотря в окно. «Ник, привет!» Отозвалась она без выражения. «Чего грустишь?» «Да так». «Ладно, понимаю. У меня есть новости». «Какие?» Я узнал от одноклассника, что твоих друзей убили всех вместе ночью в воскресенье на старом заброшенном складе на окраине города. Застрелили. «Но... это невозможно! Что им там делать?» Вот и я сразу об этом же подумал. «Твоему однокласснику можно верить?» «У него нет причин врать». «Он мог что-то перепутать?» «Да, конечно, такое возможно, но...» «Я хочу все увидеть своими глазами. Ты знаешь точный адрес?» Эли смотрела на меня грозно с холодной решимостью во взгляде. «Чем-то она сейчас неуловимо напоминала Кабояша Джуна. И от этого становилась не по себе». «Ну, я знаю в каком районе, но...» «Значит, сегодня вечером поедем туда?» «Ты уверен, что это хорошая идея?» «Если это правда, то я должна все увидеть своими глазами». «Там наверняка полиция нас не пустят». «Если там полиция, то тогда хотя бы станет ясно, что твой одноклассник не врет». «Кажется, или не переубедишь. Наверное, вообще не стоило ей рассказывать об этом». «А как на это отреагирует твой дедушка?» «Не плевать. Я спрашивал у него, что на самом деле произошло, но он ничего не ответил». «Может, он защищает мои чувства и еще что-то, но я уже не ребенок. Он не может всю жизнь меня держать на привязи». «Это, конечно, так. Я согласен, но...» «Если не хочешь, я поеду одна». Сознательно или нет, Ноэля прибегла к самой правильной уловке. Сократить выбор до двух вариантов, один из которых заведомо неприемлемый. «Ладно, поедем вместе. Но если что, я предупреждал». «Отлично. Тогда я сегодня зайду к тебе вечером. Часов десять». «За моим домом наверняка следят, так что это плохой вариант». «Давай лучше встретимся на станции». «Почему? Ты чего-то боишься?» «Просто так будет быстрее». Она, похоже, не поверила, но спорить не стала. «Ладно, тогда в десять у станции». «И не опаздывай, а то я уеду без тебя». «Учебный день закончился без происшествий». «В десять? А че так поздно-то?»